Мамадышский тракт, скорость потока здесь 30-40 км в час, а сейчас уже 10 часов утра. Да и согласно Яндекс.Пробкам здесь пробки 8 баллов. И так почти по всей Казани. Город в снежной пелене. Постоять пришлось на так называемой Юшке. Автомобилисты снизили скорость на проспекте Победы. Улица Космонавтов чуть быстрее стала на улице Ершова. Кому-то удалось проскочить, а кто-то сегодня поработает лишь полдня. Нормально проехал, дороги чистят, Росик. Да, на работу. Образдали, нет? Да, конечно. Время 11 почти. Полтора часа еду. Некогда отдыхать. Ладно, давайте. Всего доброго вам. Некогда мне. Дворники сегодня с 6 утра с лопатами разгребают снежную Казань. Погоду не утихомирить. Поэтому сегодня Андрей Алешин с подмогой. Да и прогнозы для коммунальщиков пока неутешительны. Во всяком случае, по интернету смотрел, по-моему, еще сутки он будет падать. Но если посмотреть, если не убирать, то завтра я уже не сдвину его. Буквально на 10 минут вышел, немножко помочь товарищу, потому что очень много снега. Пока республика окутана снегом, коммунальщики под вниманием прокуратуры ведомства в Челнах проверило, как убраны дороги. 15 управляющих компаний Автограда получили предписание. Вроде устраивает. Не ходим, не запинаемся в лед. Снег выпал, сразу чистят. Насколько возможно, это чистят. В Казани на борьбу со снегопадом вышли почти 700 единиц техники. Работают все в усиленном режиме, благодаря чему удается избежать коллапсов. Гидрометцентр накануне объявил об ухудшении погодных условий, сильный снег, метель и заносы. Так что борьба с угробами продолжается. Альбина Менебаева, Андрес Интальцев, Ишат Аюпов, Альберт Шафигулин. ТНВ, Набиржные Челны, Казань. Редактор субтитров А.Семкин